И теперь об историческом старте Фёдора Конюхова. Погода в Южном полушарии почти две недели не давала команде знаменитого путешественника шанса осуществить мечту. Может быть, помогли ритуалы австралийских шаманов, но в эти минуты аэростат готовится наполнить воздухом. О том, как будет проходить, Кругосветка расскажет Первый канал. Сегодня наша съёмочная группа получила особое разрешение авиационных властей Австралии на съёмки с воздуха. Александр Евстигнеев из Нордхэма. А что это у нас там, Фёдор, в пакетах? Это продукты, но я не знаю, как я буду кушать. Я всё время буду писать на маске. И с первого дня вещи. Погода такая, мне надо на 7 тысячах и выше идти. А там уже практически кушать не будешь. Ну как-то надо взять, правильно? Фёдор Конюхов спокоен. Эмоции в сторону, как только началась подготовка к старту. Сейчас это уже необратимый процесс. На гондолу навешивают газовые баллоны. На лётное поле выносят оболочку шара. Вообще, эту оболочку должна была нести местная команда по регби. Но за то время, пока старт переносили несколько раз, у спортсменов планы изменились. И поэтому теперь оболочку несут буквально все, кто может. Это и жители Перта, и представители русской общины. И, естественно, команда Фёдора Конюхова. Фёдор, а сколько весит это всё? Две с половиной тонны. Это часть оболочки. Сама весь шар весит. Ну всё полностью будет 10 тонн. Гондола тонну и всё остальное. Она состоит из таких частей. Сейчас будем собирать. Сейчас будем собирать. Чтобы собрать на 12 часов. Шар словно огромный пазл. Мозаика. Собирают из нескольких частей. Вручную. Вот это блестящее полотно – это общий защитный чехол. В нём на время полёта спрячут от жёсткого солнца камеру с гелием. Здесь у нас ещё есть право на ошибку. Детали защитного чехла соединяются застёжками-липучками. Если что, можно расстегнуть и всё переделать. Главное для нас – ни в коем случае не повредить камеру для гелия. На траве три слоя защитной ткани. Хотя обычно расстилают один. На ногах никакой обуви. На оболочку не наступать. Вот она – основная камера для гелия. Её впервые распаковывают из транспортных баулов. И она непроницаемая, специально покрыта защитной плёнкой, чтобы не пропускать гелий. Вот эта как раз оболочка и весит две тонны. Она очень хрупкая, потому что если будет малейшая дырочка, гелий будет травиться в течение всего полёта. И это сократит время пребывания шара в воздухе. С утра на аэродроме австралийского городка Нордхэм полный штиль. Идеальное условие для старта – окончательное решение за Доном Кэмероном. Он обеспечивал обе успешные кругосветки. Дон в сутки раздумывал и всё же произнёс слова, о которых не говорил 14 лет. Начинаем подготовку к полёту. Надеюсь, это будет третья успешная попытка кругосветного полёта на шаре. Но стопроцентной гарантии нет. Мы, конечно, создаём все условия. Мы делаем для этого полёта всё, что возможно. Словно в подтверждение этих слов, над аэродромом поднялся ветер. Пока лёгкий. Фёдору Конюхову осталось продержаться до старта меньше суток. Аэродром города Нордхэм на ближайшие сутки закрыт для полётов любой техники. Но нам удалось получить особое разрешение. Мы будем снимать старт кругосветной экспедиции Фёдора Конюхова с нескольких камер, в том числе и с воздуха. Зрители увидят. Первый покажет. Александр Истегнеев, Владимир Гриневич. Первый канал. Нордхэм. Австралия. Александр Истегнеев, Владимир Гриневич.